В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проблема бизнесменов в Центре поддержки предпринимательства прошел круглый стол с председателем КУМИ. Литературный вечер. Наш город посетили писатели из Санкт-Петербурга. Самые эрудированные подведены итоги полуфинала детского интеллектуального марафона «Саммит». Далее расскажем обо всем подробно. Снизит ли бизнесменам стоимость аренды муниципальных помещений? Какая судьба ждет магазин «Звездный» и можно ли изменить формат аукциона на это здание? В Центре поддержки предпринимательства прошла встреча председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом с представителями городского бизнес-сообщества. Круглый стол прошел в формате диалога. Бизнесмены рассказали о насущных проблемах и обсудили с представителем администрации возможные пути их решения. Встреча длилась несколько часов. Звучало много частных вопросов, но были и те, которые волнуют абсолютно всех предпринимателей. Так представители бизнес-сообщества интересовали судьбой здания бывшего горизонта и магазина «Звездный». Причем во втором случае предложили поменять формат торгов и перенести аукцион на электронные площадки. Так, по мнению предпринимателей, удастся снизить цену здания и у него быстрее появится новый собственник. Я думаю, что на электронной площадке это другая форма, но смысл тот же. У нас не будет возможности понижения, как утверждают предприниматели, что вышли на торги и пошло вниз понижение. Нет, у нас цена минимальная стоит 26 миллионов, 0,73 тысячи. Цена может идти только вверх, что на электронных торгах, что аукцион в живом виде. Но больше всего обсуждение и дискуссии вызвал вопрос об арендной плате. По мнению представителей бизнес-сообщества, стоимость, по которой КУМИ и муниципальные предприятия сдают предпринимателям площади в аренду, высока и не соответствует ироничной ситуации. И предложили свои варианты решения этого вопроса. На самом деле предложения были учесть в ставке по арендной плате рыночную ситуацию, провести анализ и с учетом предстоящих решений по установлению арендной ставки на 2019 год, внести какие-то предложения, связанные с оценкой рыночной ситуации. Решили бизнесмены и создать рабочую группу по установлению арендной ставки на следующий год. И уже с конкретными предложениями, цифрами и анализом выйти с этим опросом в городской думе. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Осенью все чаще в дежурную часть полиции поступают заявления о кражах. Пропадают велосипеды из подъездов и дачные скарпы садовых домиков. Но порой преступники используют самые изощренные способы, чтобы поживиться чужим имуществом. Так, в одном из кооперативов города злоумышленники проломили крышу гаража и вынесли оттуда инструмент на общую сумму 100 тысяч рублей. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Крупная сумма лишилась Саровчанка на этой неделе. Действовали преступники как опытные психологи. Женщина поверила, что они помогут вернуть ей деньги, которые она выиграла на электронной бирже. Но до этого момента не могла вывести систему торгов. Граждане представились сотрудниками страховой компании и предложили свою помощь в выводе этих денежных средств. Для этого ей необходимо было установить определенное программное обеспечение на свой компьютер. По их указаниям гражданка сделала, выполнила все команды, сообщила все, как обычно, смс-коды, приходящие ей на телефон. Мошенники уверили свою жертву в том, что необходимо снять в банке ограничения на перевод денег на карту, чтобы можно было вернуть ей все деньги разом. Гражданка позвонила в банк и поинтересовалась, почему не установлен лимит якобы перечислений ей на карту. И ей в банке сообщили, что у нее идет снятие, а не перечисление денежных средств. И пять транзакций не прошли, их заблокировать успели сотрудники банка. В результате женщина лишилась почти 300 тысяч рублей, а сотрудники полиции теперь приложат все силы к поиску виртуальных мошенников. Придется им искать и домушников, которые воспользовались забывчивостью ребенка и проникли в чужое жилье. Ребенок ушел гулять и не закрыл дверь на ключ. Из квартиры похитил денежные средства 20 тысяч рублей и ТВ-приставку. Сотрудники полиции по данному факту возбудили дела о краже. И когда преступники будут найдены, им грозит тюремный срок до 6 лет. Кирилл Востенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова 24. На улице Шверников введут запрет на парковку. Как следует из постановления администрации Сарова, вдоль улицы от дома со шпилем до перекрестка с улицы Силкина установят несколько дорожных знаков, остановка запрещена. Запрет будет действовать с повторником с 8 утра до 5 вечера. Автомобиль нарушителей будет увозить эвакуатор. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам предложили рассказать, кого бы они хотели чаще видеть на городских подмостках. Голосование проходит на официальном сайте администрации и включает в себя 7 вариантов ответа. В зависимости от предпочтений можно выбрать гастроли известных музыкантов, танцевальные шоу, цирковые программы, приезд театральных трупп, выставки коллекций ведущих музеев или выступления бизнес-тренеров. Напомним, на минувшей неделе в художественной галерее открылась экспозиция художника и скульптора Олега Закоморного. Посмотреть на его работы можно будет до конца ноября. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина пообщается с саровчанами. 1 ноября чиновница проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно по телефону 9-77-70. В мероприятии также примут участие специалисты прокуратуры, пенсионного фонда, службы судебных приставов и Росреестра. Надежда Отделкина будет принимать граждан в 322 кабинете здания администрации с 11.30 до 14 часов. Саровчанин Кирилл Тюпанов вошел в число призеров чемпионата мира по парашютному спорту, который прошел в Австралии. Уроженец нашего города завоевал серебряную медаль в командной дисциплине купольная акробатика. Также Кирилл Тюпанов стал одним из 13 сильнейших спортсменов по скоростному падению. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в библиотеке имени Маяковского прошла очередная литературная встреча. В этот раз к нам в город приехали известные петербургские авторы, редакторы журнала «Нева», член Союза писателей России Наталья Гранцева и литературный критик Александр Мелехов. Творческий вечер писателей собрал немалую аудиторию. Пришли представители литературных объединений города, общество книголюбов, начинающие авторы и все те, кто просто неравнодушны к литературе. Два дня в Сарове для редколлегии одного из старейших литературных журналов «Нева» оказались плодотворными и были насыщены встречами. Со многими литераторами нашего города Наталья Гранцева и Александр Мелехов уже знакомы благодаря конкурсу «Русский гофманг», в котором саровчане активно принимают участие. Надеюсь, наш такой десант краткосрочный, нынешний, будет и плодотворным, и поступят новые рукописи, которые привлекут внимание журнала. Наталья Анатольевна считает, что в 21 веке на литературную сцену выходят новые поколения писателей. Александр Мотылевич подтверждает слова своей коллеги и выявляет другую проблему литературы. Писатель считает, что в современном мире перестали говорить о действительно важных профессиях и специалистах. «Самое скверное, что происходит в сегодняшней литературе, что из неё исчез человек труда в самом широком смысле, человек, который что-то делает». Журнал «Нева» открыт для новых идей молодых авторов. В редакцию поступает огромное количество рукописей творческих людей, которые хотят оставить след в истории. Все они проходят жёсткий отбор ряд коллеги, но отказ публикации должен действовать на писателей как толчок к развитию и самосовершенствованию. «Отбор должен осуществлять, конечно, какой-то квалифицированный ариопак. Мне кажется, толстые журналы – это сегодня самая точная и бескорыстная отборочная инстанция. В любом издательстве «Молдова» автора спросят, сколько денег-то нам принесёшь. Мы этот вопрос не задаём». Продолжать традиции классиков, но при этом не потерять свою индивидуальность и оригинальность. Возможно, произведения талантливых авторов, которые сейчас пробиваются на литературный Олимп, когда-то войдут в школьную программу. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Во Дворце детского творчества прошёл полуфинал конкурса «Саровский марафон маленьких интеллектуалов». В этом году за звание самого эрудированного решили побороться более полутора тысяч учеников с первого по четвёртый класс. В полуфинал вышло чуть больше 700. Подробности далее. Настя Мишакова принимает участие в интеллектуальном марафоне впервые и пришла проверить свои знания. За 15 минут ей, как и всем участникам конкурса, предстояло ответить на 12 сложных вопросов. «На некоторые я не смогла ответить, а на некоторые ответила. Для меня был легкий вопрос, средний цвет вон радуги». Саммит проходит в нашем городе не первый год. Вот одна из главных целей – проверить логическое мышление малышей. Поддержать юных умников и умниц в интеллектуальном марафоне пришли и их родители. «Дети узнают много нового, развивают мозг и желательно почаще делать такие мероприятия». Всего в полуфинале конкурса «Саровский марафон маленьких интеллектуалов» приняли участие 725 учеников с 1 по 4 класс. В этом году соревнования проводились в формате тестирования. Ребятам необходимо было пройти сразу пять блоков заданий на логику, внимание и эрудицию. «Саммит у нас проходит уже пятый год, но полуфинал у нас появился в этом году. Мы изменили формат, у нас появился заочный дистанционный этап. До этого он проходил в школах, и ребята выполняли задания на бумажных носителях. Сейчас они выполняют это все в электронном варианте, и те, кто набирает 14 больше баллов, до 20 приходят сюда на полуфинал. Поэтому у нас такой объем сегодня детей». По итогам конкурса лучшими стали 19 первоклассников, 17 второклассников, 24 ученика третьих классов и 25 четвероклассников. Финал саммита пройдет в дни осенних каникул 8 и 9 ноября. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчане вновь поднялись на пьедестал почета. В Нижнем Новгороде прошел всероссийский турнир по боксу памяти Валерия Чкалова. В нем приняли участие спортсмены из 28 спортивных школ со всей страны. Три воспитанника, тренера-преподавателя детской и юношеской спортивной школы ИКАР Виктора Шлепугина стали бронзовыми призерами турнира. В турнире памяти Валерия Чкалова приняли участие сильнейшие представители спортивных школ и секций со всей России. В этом году соревнованию присвоили статус класса «Б». А это значит, что победителю автоматически присваивается звание кандидата в мастера спорта. Ребятам нужен этот турнир в одном плане, в плане повышения их спортивного мастерства. Больше задач мы никаких не ставим, поэтому это самое основное и выполнение спортивных разрядов. На соревнованиях наш город представили четыре спортсмена. Трое из них вернулись домой с наградами. Андрей Ермаков на турнире в своей весовой категории занял третье место. До золота ему не хватило всего нескольких побед. По поводу третьего места обидно, потому что я рассчитывал на то, чтобы выполнить кандидата в мастера спорта. Не смог сделать то, что хотелось бы. Возможно, переволновался или, может быть, не дожал где-то, но поэтому проиграл. Завоевать очередную награду и выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Такие же цели ставил перед собой и Максим Житков. На турнире в Нижнем Новгороде он также занял третье место. Говорит, чтобы стать победителем, ему просто не хватило опыта. Весь бой проходит в таком напряженном темпе. Легкого боя никогда не было и не бывает. Видимо, что-то где-то не заработает, поэтому проиграл. Но в следующий раз все это будет лучше. Все это приходит с опытом и все поражения дают тоже некий свой опыт. Также на турнире бронзовым призером стал Артем Серов. Еще один воспитанник спортивной школы ИКАР Василий Поздяев смог стать лишь пятым. Но ребята не расстраиваются и уже готовятся к очередным соревнованиям, которые пройдут в конце октября во Владимире. Осень. Пора простудных заболеваний. Поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день. И вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуды минуют вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуговниев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досугах «Арфиацвниев». С 20 по 24 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. Осенью в сезон простуд и вирусных заболеваний необходимо заботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. На ярмарке есть мед только с прополисом, а также с прополисом и кедровой живицей. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. А еще поможет укрепить вашу иммунную систему мед с пергой. Мед с пергой – это в первую очередь. С утра по чайной ложечке – это замечательная вещь для иммунитета. Иммунную систему укрепляет хорошо. А также еще и все хронические заболевания, потому что в перге очень много полезных свойств. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Если вы самостоятельно не справитесь с выбором, пчеловоды Михайловы придут на помощь и посоветуют мед, который идеально подойдет вам. Ну и, конечно, все сорта можно попробовать лично. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досугах «Фиацвнеев» с 20 по 24 октября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok